Хайпанем немножечко Отлично Вот так создаётся контент из нашего Спасибо Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль Арсанов, автор канала Хижина Музыканта Сегодня мы находимся на ВК-фесте в Санкт-Петербурге Что мы сегодня будем делать? Подходить к блогерам различным И исполнять вот на такой красивой губной гармошке от компании Honor Мелодии И смотреть их реакции на мою игру Плюс мы споём их хитовые песни под гитару Где гитара? Вот гитара Поэтому, друзья, ставьте лайки В общем, решили не терять время и прямо на ВК-фест В закулисье блогерской сцены вместе с Дианой Астер записать небольшое видео Сейчас я исполню тебе на каком инструменте как губить Я уже говорил? Он говорил уже Я даже не знаю На губной гармошке кусочек Интересного произведения Ну и посмотрим, как она отреагирует на это А я должна угадать? Что угадать? Произведение Нет, не угадаешь, оно моё Охранить! 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 Что это? Чё это? Реально играешь так? Ну попробуешь? Нет, я пробовать не буду, просто вдруг ты где-то включил. Я включил фонограмму. Может ты тут на кнопку нажимал и там песни начинала играть, нет? Ну да, ну да. А как он так много звуков издает? Это уже битбокс. Охренеть. А что это значит? Ты же знаешь? Отверстия, в которых есть ноты. Типа до, ре, ми, фа, соля, си, до. Ну я не знаю, когда ты играешь, ты конечно их не видишь, эти цифры, вот они. Но типа когда учишься, ты вот так смотришь и пытаешься маленькими губами попасть в них. Нужно попасть вот именно в квадрат. Да, в каждую одну. Жесть, это шанс. Тебе понравилось? Да, это круто звучит. Ты слышал когда-нибудь подобное? Первый раз вживу. А губную видела? Чтобы кто-то играл? А, даже так? Здорово. Ну короче это было совмещение губной гармошки с битбоксом, поэтому это звучит как цельный бит и поэтому качает. Круто, спасибо. А когда ты петь будешь? Я буду петь в 16.40. Понятно. Начнем, потом я битбокс и одну продолжаю буду. Чисто прикреп, да? Сейчас включу диктофон. У меня на ютубе 2 миллиона. А я не знаю тебя за чем. Да, реально? Не лето, привет. Такую. Первый скажет еще. Ну и другие не знают. Под видами. Я учился играть где-то два аккорда. А, нифига. Ну а сейчас время крутых новостей. Ребята, я разработал очень классную коллекцию мерча с принтами, которые вам точно понравятся. Я лично курировал весь процесс создания принтов, поэтому они получились максимально атмосферными. Мы сделали несколько вариантов. Один из них с логотипом хижина музыканта, другой с моими любимыми музыкальными инструментами. Например, на мне сейчас футболка с баяном. Еще я заказал себе кружку с изображением гитары. А пить-то из этой кружки еще приятнее, потому что это уют. Марка уюта. Если и вас зацепил мой мерч, можете пройти по ссылочке в описании на мой сайт. Сейчас непростое время на ютубе. Если вы действительно хотите меня поддержать, можете это сделать с помощью покупки мерча на моем сайте. Но запустить свой мерч мне удалось благодаря партнерской платформе Все Майки, где каждый из вас может легко, быстро, без вложений открыть собственный магазин и радовать свою аудиторию. Это особенно актуально для блогеров, которые давно хотели свой мерч, но боялись трудностей и затрат на производство. Благодаря моим друзьям из Все Майки процесс создания мерча был простой и быстрый, не в ущерб качеству. То, что я хотел. Так что переходите по ссылке в описании, выбирайте себе крутые товары с моими уникальными принтами. Ну а если вы хотите открыть свой магазин, тоже оставлю ссылочку на сервис. Погнали! Ему подпевают 12 миллионов слушателей ВК-музыки. Главный пусевой страны. Гор Крит. Ребята, там у Паши берут интервью. Давайте прервем и устроим ему челлендж. Баттл. Погнали! Паша, здорово! Короче, мы снимаем челлендж. Баттл. Сможешь повторить за мной? Главный пусев. Главный пусев. Круто! Я тебя закрепляю, посмотри мне в глаза Может ты в них увидишь, что они говорят Может ты в них заметишь, что там в сердце моем Пламя душу сжигает красноярким огнем Кто-то собрался вживую петь Автор принесен и музыкант из Казани Поэтому у него будет концепт не сам Чак, а сам Чак-Чак Раиль Арсланов, также известен под музыкантом И жена музыканта Встречайте! Привет, друзья! Привет, привет! Сегодня я хочу спеть авторскую песню под названием «Не влюбляйте» Возможно, слышали? Припев очень хорошо и легко запоминается, поэтому подпевайте «Не влюбляйся, я не твой герой» «Не влюбляйся, я не твой герой» «Не влюбляйся, я не твой герой» «Будет больно, не привозь покой» «Ты скучаешь так же, как и я» «Снова плачешь, не твоя вина» «Братан, я гитарист, ну, с рождения» «Аккуратно, Борис, я не играю, ты, извини, меня мешаешься» «Серьезно, у ребят, которые играют, у нас 3% типа» «Уровень, ну то что?» «Я называется» «Вот так» «Неплохо, кстати» «Спасибо» «Так, песня твоя, как называть?» «Я всю жизнь учился» «Камбэк называется» «Это ровно камбэк, реально» «Точно?» «Это именно он, я его знаю» «Во аккорда» «Летел с двух ног, летет колян» «Это камбэк, каша» «Да, это камбэк» «Ну, давай поднимо» «Летел с двух ног, летет колян» «Это камбэк, каша, на ля» «Джокер птич, не в своем пути» «Разко на 5-5, 10 кмэн» «Все, я думаю, бомба» «Красово» «Здорово» «Хорошо сделали» «Канал «Хижина музыканта» «Хижина музыканта» «Хижина музыканта» «Ты плейерешь там на гитаре» «Да, на гитаре» «Чат рулетки» «А ты можешь «Skrillix» «Bangerang» на гитаре сыграть» «То есть» «Вот же у тебя» «Скрилк» «Надо я не могу» «Скрилк» «Скрилкс» «Я тебе могу «Скрилк» «На губной гармошке» «На губной гармошке» «Смотри, что есть» «Ничего себе» «Как там» «На гитаря 것은» «Скрилкс» «Скрилкс» «Скриллок» «Скрилкс» «Похоже на Tenderlichting понимание» «Никогда не битуйте после кофе». Полная дичь получается. Спасибо тебе. Давай. У меня все губы слиплись, надо попить. Когда горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои рады, твоя нагляда. Мы не вдвоем, мы не вдвоем, мы не вдвоем. И в наш выпуск врывается Гога Тупурия. Сейчас будем кушать, играть и приседать. Почти правильное питание, но ничего, под музыку приседать самое то. Давай, родной, зажигай. Кайф. Я еще ни разу не приседал с гитарой, а он с бургерами. Мне кажется, тебе надо утешелить сюда гирку, чтобы повесить. Вот это будет максимально. Разрыв, да? Ребят, всех обнял, все много функциональности. Я предлагаю вам продолжать приседать, пока я не доем. Давай. Погнали. Окей. Мама с кренотанки, я еду до Таганки. Мой парень на Лубянке, парень-босс на Лубянке. Сделай музыку громче, набирай меня. Помнишь, мы целовались, значит... Опа, шелай. Я еще не могу. Теперь до двух. Опа. Нифига себе как-то здесь. Спортсмены, да, все? Собрались. А вы думали? Мы только на гитаре играть умеем. А вы думали? Мы только на гитаре играть умеем. Эй. Где моя юность, что грела надеждами, так уголей. Добро пожаловать в мой мир. Вот таким образом прошел мой первый фестиваль ВКФС-2022. Надеюсь, вам понравилось. Я хотел вам показать изнутри, как это все проходит. Напишите в комментариях, кого вы узнали из блогеров, звезд. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где максимально близкое общение. Если понимая предприимчивость, этого ролика вообще не было бы. Нормальные люди приезжают на ВКФС отдохнуть, попеть песни, погулять. И только один Раиль что-то пытается познакомиться, с кем-то что-то записать. И давайте попробуем на этом видео набрать хотя бы 50 тысяч лайков. Погнали.